КНДР разработала воздухонезависимую энергетическую установку для подводных лодок. 9 апреля 2019 года. КНДР разработала воздухонезависимую энергетическую установку для подводных лодок, как сообщила тайваньская газета. В статье Корейская народно-демократическая республика. КНДР, несколько лет назад предложила тайвань на продажу разработанную в КНДР технологию воздухонезависимой энергетической установки, в НЭУ, для подводных лодок. Технология была предложена северокорейской стороной для применения на проектируемых на Тайване собственных неатомных подводных лодках. Модель авенпроекта перспективной большой неатомной подводной лодки для ВМС Тайваня, демонстрировавшейся тайваньской судостроительной корпорацией. На военно-морской выставке В сентябре 2017 года В публикации говорится, что северокорейское предложение было сделано Министерству национальной обороны Китайской Республики через тайваньскую торговую компанию. Был предложен целый ряд северокорейских проектов, включая сверхмалые подводные лодки типов «Йона» и «Юго», малую подводную лодку типа «Санг-Оу», а также северокорейскую самостоятельно разработанную систему в НЭУ. Специалист-подводник тайваньских вооруженных сил, Как сообщается, несколько лет назад совершил поездку для выяснения реальности северокорейского предложения в расположенной близ границы с КНДР китайский город Даньдун, где встретился с северокорейскими высокопоставленными военными представителями, от которых получил данные о подлинности предложения и о работоспособности северокорейской системы. Тем не менее, тайваньские военные в конечном итоге решили не рассматривать северокорейское предложение из опасений, что это нарушит санкции ООН против Северной Кореи. Со стороны БМПД Напомним, что Тайвань длительное время не имеет возможности приобретения подводных лодок за рубежом, в результате чего подводные силы острова имеют только две большие дизель-электрические подводные лодки типа Чайан-Ланг Голландской постройки 1980-х годов, а также две совершенно антикварные бывшие американские подводные лодки типов Тенч и Баллау Постройки 1945-1946 годов, из которых одна находится в ремонте и одна в резерве. В 2001 году тогдашний президент США Джордж Буш включил поставку восьми неатомных подводных лодок в пакет продаж военной техники Тайваню, однако в силу политических и экономических препятствий с обеих сторон поставка для Тайваня подводных лодок, из США или третьей страны, так и не была реализована. Сама американская промышленность не вела постройки неатомных подводных лодок с 1950-х годов, а ВМС США традиционно препятствовали американским компаниям в возможном проектировании и строительстве неатомных подводных лодок на экспорт, опасаясь утечки за рубеж критически важных технологий американского подводного кораблестроения. В 2016 году в рамках принятой Министерством национальной обороны Китайской Республики долгосрочной 23-летней программы военного кораблестроения, было, наконец, принято решение о самостоятельной разработке и строительстве больших неатомных подводных лодок, 6-8 единиц, для ВМС Тайваня. В марте 2017 года Чжуншанский институт науки и технологии Чжуншан Институт of Science and Technology, КСИСТ, Головная научно-исследовательская и опытно-конструкторская организация Бюро вооружения Министерства национальной обороны Китайской Республики и ведущая Тайваньская судостроительная корпорация CSBC Corporation подписали соглашение о совместной разработке к 2020 году проекта подводной лодки для ВМС Тайваня. Ранее в августе 2016 года CSBC Corporation создала для этого специализированное конструкторское бюро. Строительство лодок предполагается вести на мощностях CSBC Corporation с вводом в строй головной к концу 2020-х годов. В 2018 году сообщалось, что первой лодкой тайваньской постройки планируется оснастить чисто дизел-электрической и энергетической установкой, без применения в НЭУ, хотя рассматривается возможность применения в НЭУ в дальнейшем. В апреле 2018 года Государственный департамент США выдал разрешение, позволяющее американским компаниям осуществлять содействие в разработке и проектировании подводных лодок для ВМС Тайваня, включая передачу технологий. Право на данный материал принадлежат bmpd.livejournal.com Материал размещен правообладателем в открытом доступе.